Всеобщая стройка. К началу учебного года готовится распахнуть свои двери новая школа номер 40 на Вишневце. Трудятся здесь и опытные строители, и ребята, которые будут здесь учиться. Это волонтерские отряды общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи, учащиеся 8-10 классов. К работе они приступили с прошлой недели, и количество ребят, приходящих сюда каждый день, варьируется от 20 до 50 человек. Для детей это очень интересно, потому что они могут увидеть школу изнутри, еще в состоянии строительства. Им интересно посмотреть, какие кабинеты, как строится зал, бассейн и так далее. И я думаю, что для них, для каждого, потом это будет даже большая ценность беречь новую школу, беречь все, что они делают, потому что здесь тоже вложен их труд. По словам второго секретаря БРСМ, ребята в волонтерские отряды идут охотно, даже понимая, что материального поощрения за это не получат. Работа у них несложная, и трудиться здесь будут до конца августа. Интересно наблюдать за тем, как развивается эта школа, как бы поучаствовать в ее стройке, то есть интересно ходить сюда, смотреть, наблюдать за самим строительством. Ну и вообще, я в будущем буду в этой школе учиться, хочется помочь. Ну и, можно сказать, буду первым из выпускников этой школы. Ну, в основном мы выносим мусор, помогаем всякие мелкие работы делать, там помыть окно, там, ну, такое вот безобидная работа. В целом же в таких студотрядах на добровольной основе этим летом трудились почти 2700 человек. Например, в городских колледжах были созданы волонтерские строительно-ремонтные бригады. Наши ребята задействованы были, если брать волонтерские отряды, и на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, не так давно проходил, и на чемпионате по легкой атлетике республиканском. И, в принципе, на всех крупных городских, республиканских мероприятиях наши ребята всегда задействованы, всегда где-то помогают. Многие ребята этим летом смогли трудоустроиться на свои первые рабочие места и получить первую заработную плату. Традиционно приглашают студентов такие крупные предприятия, как Молочный мир, Гродненский мясокомбинат, Гродно-Промстрой. Не остались в стороне и несовершеннолетние парни и девушки, желающие подзаработать. В этом году многие из них могли устроиться не только продавцами мороженого. Для них также открыли свои двери Белпочта и Белтелеком. Притом очевидно, что нынче проблема трудоустройства среди всех категорий граждан стоит довольно остро. Однако ребят, желающих подзаработать и внести свою лепту в общее дело, меньше не становится. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.